так выйду я на 2 остановочки раньше супермаркет билла раньше он по-другому назывался оливье был магазин такой круглосуточный не всегда плохо я жил сейчас вот такой более менее приятный момент расскажу с моментами юмора вот когда он выше я там рассказывал что у меня был цех свой вот я возвращался по этому же маршруту заходил в этот магазин оставлял там немерено кучу денег очень много я скажу потому что судьба так сложилось жил я с женщиной вот ну и я только только после нее понял что когда мужик бухает пол беды вообще это не беда мужик пробьется проспится дурак никогда не проспится а когда женщина в доме бухает это вообще труба тоже какой-то знакомый знакомая личность пошла вот на этих валках мы тут поседали бизнес такая штука когда забил я с этой женщиной она просто начала у меня бить не смог ее остановить предлагал кодировки все 5 10 но никак по волоклобию конкретно три года прожили пришлось расстаться но любил красивая была старше меня немного может быть каких-то знакомых здесь можно увидеть но к к сожалению несколько человек я знаю умерло кстати вот и хозяин квартиры где мы снимали комнату вот он дом двинцев 4 здесь я жил где-то года полтора мы снимали с моей женщиной отремонтировал там комнатку все красивенько последний подъезд и вот балкон самый верхний этаж стеклил там такая разруха была ничего не брал с хозяйки чисто для себя делал в принципе вот мои движения пешеходный переход дядька нам нет ни хрена такая москва постоянно виск такое я смотрел смотрю очень часто практически все передачи пересмотрел этого каневского леонида вот одна история у него была про это кладбище раньше это было окраина москвы марина роща это район называется и здесь орудовала банда то есть проходила дорога какая-то шли с работы домой и орудовала банда я не знаю как называются вот эти штуки скажите ребят в комментариях которые вот на ноги пристегиваются и прыгают на них такие штучки и значит на подобных штуках тогда их еще не было на каких-то пружинах короче одевались белые простыни типа привидения ну и соответственно на этих пружинах очень быстро можно было убежать дело в том что там один мужик от разрыва сердца умер напугался короче этих привидений ну грабили они так народ вот на этом кладбище это вот что я знаю про это кладбище еще здесь каких-то чумных чума когда было чумно окраина была принципе для этого предназначались вот теперь немножко расскажу о том что вот они ходят все грязные и вонючие не бритые не мытые вот допустим заправка там есть туалет там есть горячая вода зашел ну так грубо буду рассказывать на берите полторашку воды извиняюсь за выражение помой яйца ноги там ты не помоешь потому что такая заправка центровая очень много машин постоянно стучатся дергают ручку вот но умыться побриться и подмыться всегда есть возможность чтобы ты пришел в толпу и у тебя хотя бы руки чистые были ну люди сидевшие отбывавшие срок наказания меня поймут как бы даже здороваться утром не помыв руки неприлично как минимум как максимум неуважение к оппоненту вот и расскажу вам быстренько такую шуточную историю насколько женщина моя была прикольная в плане того что ну выпивала и дома ни хрена не делала приходилось почему тратил много денег приходилось покупать готовое все в этом магазине там готовая продукция там плов-млов салаты молоты все это в москве есть да и везде уже есть вот и однажды я делал документы и создавал себе и мне надо было съездить в липскую область забрать документы в этом дома денег как бы было прилично зарабатывал хорошо ну и домой приходила кружку советская и я туда с кармана чтобы не мешалось мелочь постоянно сыпал эта кружка была постоянно целая там доходил от того что приходилось там еще ставить какую-то емкость вот и я ставил и там чисто ну и до оставил там на сигареты рублей 200 300 думаю куда я как-то посчитал вот так 3000 3000 руб вот и я думаю куда же ее спрятать а до этого я купил и как она называется и варка женщина будет готовить ну конечно несколько раз нам готовила вот куда же спрятать эту кружку и вы не поверите это анекдот я поставил эту кружку в мультиварку ну думаю если она будет бухать значит и готовить не надо будет и приезжаю короче я из дома и кружка цела я ей показываю вот смотри где кружка я ее обыскалась все перерыло куда ты ее дел жали короче долго почему показываю я сейчас вот этот кадр существовал до я рассказывал в прошлом видео что я здесь прожил три года вот вот этот дом как я попал в этом дом вот рядом стоит отсюда не видно ну сверху то вот есть вывеска каскад мебель вот я там работал единственный не москвич который работал на этой фабрике это была самая лучшая работа в москве у меня и до сих пор я так считаю вот на третьем этаже вот этого здания это как бы головной офис вот там я работал но однажды меня выгнали вот я там напился короче и дал в рыло одному из начальников пришлось мне уволиться и вот здесь раньше были гаражи у меня там тоже прессанули короче у меня был фингал я за этими гаражами здесь на остановке была цветочница магазин цветов палатка и я там нашел такую огромную просто огромную то есть человек туда прямо вложиться и она из толстого картона сделана я ее постелил за гаражами и в этой значит будки так сказать в этом гробике спал вот денег естественно все попропил денег не было что делать я собрал два мешка алюминиевых банок и они там стояли за мной и дворник увидел эти мешки решил проверить саня дворник говорят он умер вот очень много народу короче по умирала за эти год пока здесь шарюсь короче мы с ним познакомились похмелились у него было вот я говорю где жить и вот он мне показал вот он подъезд сейчас здесь дверь сменилась раньше был код три семерки набираешь три семерки это почтовый код почтальоны так входят и этот подъезд меня отдельно можно видео снимать проект подъезд еще здесь был один парень серега хохол теплов тоже он недавно умер прошлой осенью вот они жили ну как они здесь работали они здесь тоже можно сказать пичевали вот работали там за гроши то есть здесь работает вика не вика вероника дворница молдаванка вот ну она их пригрела они там за бутылку водки снег чистили листву мили и вот желтенькая дверь мусора камера там они жили ну там у них было все плитка как необходимо там тепло было и зимой всегда вот этот момент это подъезд это суперский подъезд я туда дурак по своей доброжелательности начал приводить людей но они там начали гадить а так случай были я иду ключи валяются и такая серьезная связка видно что там от гаража от квартиры брелок этот пищал к автомобиля и выхожу сейчас я продаю не вижу здесь может быть уже поменял может быть на работе скорее всего на работе короче белая mazda здесь 6 6 она называется такой ну типа вот такой хрень паркетник типа вот этого митсубиси и значит я выхожу этот брелок пик пик она открылась я закрыл назад я знаю чья эта машина пошел короче он мне полторашку дал правая здесь находил тоже чугунов сергей андрей вот еще один андрей здесь живет он работает послушником в церкви где-то в районе тульской метро тульская вот все они меня знают а еще там помощник прокурора живет вот та выступала всегда каждое утро выходила снимала нас на видео ну так не кричала короче когда я там один жил меня никто не трогал наоборот помогали женщина одна там две сестры снимали кстати вот она пошла это помощник прокурора с этого балья меня узнала наверное такая в темных очках так и чё я там рассказывал а и короче две сестры там армянинки жили вот ну я такой лежал там картонку постелю лежу сплю раз если в двери начинают там с утра открываться я чик вскакиваю на корточки сижу типа я там кого-то жду стыдно все равно было и значит они день прошли мимо 2 прошли 3 что тут делаешь друга жду на такой тоже здесь месяц друга ждешь все случилось разговорились так и так они мне дали в долг 13 тысяч 13 или 16 16 до 13 стоила квартира но комната вот и значит 3000 они годную кушать ты на что будет так они меня выручили а потом но я в залог им отдал там права документы паспорт короче себя оставил останови все им отдал но потом вернул и повернул им деньги забрал документ здесь остановился для того чтобы вот можно здесь табло как бы да можно узнать градусы температуру время и число сегодняшнее месяц число потому что когда с бодуна не поймешь ничего вот нас учетка эстакада вот он тот дом красивый с колоннами которые в каждом видео блогеров вы видите вот только с другой стороны так пока все вот тот большой дом о котором я говорил я еще был то время здесь когда там был только котлован вот этот дом это лужковская жена как батурина начинала строить ее объект был потом когда лужкова поперли соответственно и и отобрали в этот дом ну с горем пополам достроили за этим домом стояли вагончики ну когда он начинал строится еще вот только самая нижняя широкая часть была там стояли вагончики вот мы жили в этих вагончиках не отапливаем их просто там такой бурелом был что туда не менты никто не ходили слабо шум прошли теперь менделеевская вот пожалуйста время можно узнать в любом месте очень много висит таких вот он макдональдс бесплатный фуалет попить воды умыться освежиться можно постирать носки и ноги помыть пацаны там вообще купались не доводилось свои места были точки яркие пароли здесь тоже можно встретить знакомых вон тот дом коричневый там с левого угла тоже бесплатный туалет то есть прошли буквально километр с небольшим еще один бесплатный туалет их много по москве не все их знают вот перед этим дому красиво сворачиваешь направо там есть церковь петра и павла вот вам еда одежда вот вам туалет промылись убылись побрели привели все одно ряда весна весна девчонки входят ушел из этих вагончиков но опять же связи со смертью вот так и вот перебивают меня эти телефонные звонки немножко с к сожалению вот дом сур значит насчет экстренных да то голову сломал руку не знаю там челюсть в драке слом драки выбил руку и так далее вот новослободск 49 поворачиваешь за угол там солнышко не буду снимать находится травмпункт любому любому человеку независимо россиянин то не россиянин вот обязаны помочь российская медицина вот заболел зуб есть на так после после ярославской красносельская метро красносельская один выход вышел из метро ну метро один выход повернул направо тоже метров 150 прошел зубной институт там даже какой-то вот бесплатно я сам туда ездил однажды хотя и работала вот когда жил там с женщиной вот здесь что интересного здесь интересно там я этим не занимался этим у каждого как бы своя профессия так скажем в данной ситуации была кто-то металлолом собирал кто-то кто что короче кто за едой ходил я играл на гитаре вот этим заработал по этой дороге я прошел я не знаю сколько километров я каждый день жил вот в том доме подъезде где четыре года прожил а играть ходил на пушкинскую площадь ну это где-то километра три туда-сюда шесть по району помотался но это я говорю если ну не такие как там колючий как космос вот а вот вчера парень там у Дениса снимал ну как он не снимался он спиной стоял Кирилл вот он километров по 15 по 20 в день накручивает я чуть меньше но тоже ходил не одни башмаки сносил так а вот он ёппарс это вот он дом 45 представляете ребят я в жизни не знал я сколько здесь прожил я знал что она где-то здесь потому что Бутырский вал улица Бутырская а вот она знаменитая тюрьма ну это офис а во дворе сама тюрьма вот здесь сидит наш танк отбывает срок наказания вернее вот вчера он ночью мне звонил мы с ним даже по видео я у него спросил говорю у вас там есть чем хоть развлечься то не то что развлечься надо как-то время провести заглушить все эти мысли думки вот и он мне включил видеосвязь у них там телевизор нарды шахматы карты все что хочешь музыка вот ну и хата такая с этими со сводными потолками подарку так сделано ну старинное здание это и тюрьме этот тоже там я читал но особо не запоминал очень много лет вот но несколько несколько побегов тоже кстати вот у каневского несколько побегов было из нее и один белорус пацан чемпион не знаю или белоруссии или чемпион там Европы или чего по паркуру и он шел под конвоем один конвоир вот там по территории и он короче перепрыгнул все эти заборы всю эту колючку все эти лезвия и убежал и у нас лишь факт что попытки побегов были просто дальше ничего и прошли уже по станцию метро то есть была Савеловская теперь у нас Новослободская Новослободская так что если когда то вам придется проехать одну станцию метро и у вас очень мало денег вы вот скажете допустим да что такое 40 рублей ну смотрите 40 рублей это бутылка литровая минералки дешевые да батон хлеба то есть когда вообще уже желудок сосет бывает и такое поверьте мне с голодухи вот этот батон дома то его никогда в жизни не съешь тебе хватает там 4-5 кусочков чтобы там пообедать или поужинать на завтрак и того меньше вот а кушать на улице очень хочется особенно зимой и эти 40 рублей из-за одной станции из-за двух то есть ты потеряешь там полчаса но зато ты будешь что-то у тебя в желудок попадет так сейчас придумаю еще какой-нибудь текст буду дальше вещать так рассказываю дальше но это все вкратце понимаете если если кто-то был бы такой человек да который занялся бы вот этим вопросом продвинуть реально реально можно книгу написать вон он дом светлый посередине стоит там живет знакомая Вика кстати вот по этой стороне где-то Алсу живет вот я точно не знаю ни разу у нее не был вот это Вика ну она такая добрая женщина правда к сожалению иногда любит усугубить положение вот ну запросто можно было там купить ей что-то покушать сигарет охоту крепкую она пьет водку она не пьет ну пьет редко в основном охота с охотой крепкой напивается три полторашки засадит и все начинает зихирить можно было к ней зайти а вот он бомжик вот твое ой не сказать да скажешь мужчина здравствуйте ты что тут по моей помойке лазишь что там интересного Саньте сейчас только приехал я откуда в баню ездил в баню ездил а в баню ездил да молодец вот видишь тебе пресса тут наложили а что ищешь металл что-нибудь хорошее я повалю вот видите Москва где на одежде потеряешь так и что я говорил а квики вот можно зайти помыться то есть я вам так скажу кто хочет себя держать в рамках приличия мне допустим стыдно подходить к к тем более мужчинам когда уже безвыходное положение когда уже на кочерге сидишь раздухарился ну и начинаешь там зехерить деньги стреля как ты подойдешь у тебя руки грязные там волосы не причесаны и так далее хотя бы минимальные какие то все равно рамки можно себя приводить в порядок вот я вам уже кучу мест показал вот в это здание я так и не забрался я долго думал что это потом значит прочитал что это монастырь женский монастырь вот и так вот вот дом вы видели да сейчас он называется мульт мульт не знаю почему но я так предполагаю как типа мультимагазин там можно найти все еду кстати не думайте что есть магазины такие допустим азбука вкуса москвичи знают вот азбука вкуса там хлеб по 400 рублей буханка стоит вот и там не как в дикси переклеивают эти вкладыши и добавляют срок жизни продукту вот а там выкидываю за за день за два до истечения срока вот вот там вот дальше там вот на видео раньше было видно высокое здание о нем я там конкретней подойдем тоже расскажу и значит в этой мы уже с охранниками ребята там киргиза работ вот чтобы они ну выкинуть в мусорку мы шариться в этой тележке что они выкидывают и я скажу вам там жили в плане продуктов вот в третьих любую церковь любую церковь увидел в москве зашел и попросил дайте покушать всегда дадут церковь дадут и покушать если есть если есть одежда очень много мест где этим конкретно занимаются ну так люди допустим приносят пожертвования относил куртку она там не рваная ничего даже есть такие люди что не все люди плохие далеко не все очень много хороших людей находили ребята вещи постиранные порошочком пахнут в пакетик сложат или складут как про в комментариях пишите вот то есть намеренно зная придут бедолаги придут бомжи ну и хотя бы переодену свои шмотки вшивые я проморгал блин какое-то здание мне надо мне надо узнать вы представляете я здесь живу это я на Савеловской 14 лет а вообще я раньше вот там тусовался дальше я еще покажу если дойду сегодня может быть это в другой серии будет потому что уже тут видос собрался наверное минут на 40 не всем интересно вот он 57 сейчас мы зайдем убралась она убралась ну вот здесь нормальный запах то есть дезагрантиком попшикано это крем работает сушить мыло есть вода горячая чистой кабиночки туалетная бумага для инвалидов promise крошка нас что у есть мы да так вот есть мы